Язык Python поддерживает множественное наследование. Это значит, что когда мы создаем класс, мы можем выбрать несколько классов, от которых будет наследоваться наш класс. Проще всего визуализировать всю информацию о наследовании с помощью графов, где вершины у нас будут классы, а из класса А есть ребро в класс Б, если класс А наследуется от класса Б. Давайте рассмотрим следующий код. Как я сказал, вершинами в нашем графе являются классы. Классов у нас всего 5 описано, поэтому у нас всего 5 вершин. И у нас есть ребра из Б в Д и из Б в Е, потому что Б наследуется от Д и Б наследуется от Е. Вот эти ребра. И у нас есть ребра из А в Б и из А в С, потому что А наследуется от Б и А наследуется от С. Вот эти ребра. Данный граф хорошо изображает то, что написано в коде, однако он не отображает одной важной детали языка Python. Если мы явно не наследуем класс от какого-либо другого класса, то класс наследуется от класса Object. Поэтому все три класса в нашем примере, которые ни от чего не наследовались, на самом деле наследуются от класса Object. Здесь у нас есть класс Object. И все наши три класса на самом деле от него наследуются. Здесь следует немножко прояснить определение. Те классы, от которых мы наследуемся, проще всего называть родителями или родительскими классами. А вот родители и родители родителей и так далее, они представляют собой предков нашего класса. То есть на нашем рисунке на самом деле все классы, кроме класса А, являются предками класса А. И при этом никакой класс, допустим, не является предком класса Object. И при этом класс D не является предком класса С. Однако, опять же говоря, формально на языке теории графов мы говорим, что вершина B является предком вершины А, если из А есть путь вершину B. Например, D является предком вершины класса А, просто потому что существует вот такой путь из А в B и из B в D. Однако D не является предком вершины С, потому что такого пути не существует из С в D. Используя такое определение, кто является предком кого, несложно убедиться в том, что класс Object является предком любого класса в языке Python Однако для того, чтобы понять для двух конкретных классов, кто является предком кого или является кто-то наследником кого-то, проще всего использовать стандартные средства языка Python, а точнее функцию из subclass Функция из subclass принимает два аргумента Она проверяет, что первый аргумент, первый класс, который мы передали, является наследником второго класса Когда я говорю является наследником, я имею в виду, что если A является предком класса B, то B на самом деле является наследником класса A Первое, на что стоит обратить внимание, что если мы запустим функцию из subclass, передав в нее один класс в качестве обоих аргументов, она возвращает значение true То есть мы считаем, что любой класс является наследником самого себя Далее, если мы запустим следующие вызовы функции, мы увидимся в том, что из C действительно нет пути в D Поэтому значение будет false Из A есть путь в D, который мы уже рисовали, поэтому A является наследником класса D, поэтому значение true C является наследником класса object, поэтому мы действительно возвращаем значение true И object не является наследником класса C, потому что object ни от чего не наследуется, и поэтому пути из него никуда нет Однако, куда более интереснее чаще всего знать, ведет ли себя объект как экземпляр какого-либо класса Для этого в языке Python есть функция isInstance Функция isInstance также принимает два аргумента Давайте сначала создадим экземпляр класса AX Передадим его первым аргументом внутри функции, а вторым аргументом передадим, собственно, наш класс A Функция isInstance отвечает на один простой вопрос Является ли тип первого аргумента наследником второго аргумента? Но куда более важно, что же мы имеем в виду, когда запускаем эту функцию? Когда мы вызываем функцию isInstance с каким-то объектом и с каким-то типом, мы на самом деле спрашиваем у интерпретатора, можем ли мы использовать данный объект в качестве объекта данного типа Давайте рассмотрим примеры из предыдущего шага Мы создавали и описывали класс MyList, который наследовался от листа Расширяли его функционально всего лишь одним дополнительным методом Пускай мы создали экземпляр класса MyList X Далее мы хотим спросить у интерпретатора, можем ли мы использовать X в качестве обычного листа И мы это делаем с помощью функции isInstance Мы могли бы запустить из instance X List и увидеть, что значение действительно равно true И правда, дело в том, что мы расширили функциональность листа всего лишь одним методом А во всем остальном наш объект X будет вести себя как лист Поэтому мы его можем использовать в качестве листа Таким образом, то, как мы можем использовать экземпляр класса, зависит не лишь от класса, но и от классов, от которых он наследуется Таким образом, если наш класс А наследуется от классов В и С, то экземпляр класса А сможет вести себя как экземпляр класса В, так и экземпляр класса С Для этого, прежде всего, и нужно множественное наследование Продолжение следует...